Нашу позицию в связи с беспрецедентным решением властей, которая является давлением на конкурента на выборах, политическую партию Патрия, одного из фаворитов предвыборной гонки. Изначально хочу вам сказать, что все мы, все молдавское общество, мировое сообщество, вчера были свидетелями в прямом эфире того бесчинства властей, которое было организовано при содействии подчиненных властям судей. Апелляционная палата приняла беспрецедентное решение о бесключении политической партии Патрия из предвыборной гонки на основании всего лишь каких-то предположений или подозрений и секретных донесений некоторых оперативных работников. Мы видели вчерашнее бесчинство властей, которое не имеет ничего общего с европейскими ценностями, с ценностями европейской демократии. В стране, которая подписала и ратифицировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающим верховенство права. Всем вам известно, что сегодня мы имели право обжаловать решение апелляционной палаты в высшей судебной палате. В то же время апелляционная палата преднамеренно задерживает выдачу мотивированного решения и таким образом препятствует возможность политической партии Патрия обжаловать это незаконное решение вышестоящей инстанции. Сегодня мы находимся в последний день выборов и действия властей. Говорят о том, что все, что происходило вчера, позавчера в Центре Сберкоме, а также в апелляционной палате, является предметом одного сценария, который был разработан властями, являющимися политическими конкурентами нашей партии на выборах. Они прекрасно знают наш рейтинг, они прекрасно знают, сколько мы можем набрать на выборах, все, что они предпринимают, они делают для того, чтобы не допустить нашего дальнейшего участия в выборах. Таким образом, препятствуя вылезавления избирателей, готовых проголосовать за нашу партию. В то же время, несмотря на то, что мы еще являемся конкурентами на выборах, власти начали организовывать политические репрессии, в первую очередь в отношении лидера предвыборного списка политической партии Патрия Рената Усатова, а также целого ряда его активистов. Уже известно, что сразу после решения Центризбиркома была заблокирована мобильная связь наших региональных представителей по всей стране для того, чтобы блокировать деятельность нашей партии. Вчера ночью нам стало известно о том, что на 4 часа утра намечено срочное заседание с участием прокурора Марарь, а также представителей управления спецоперацией МВД, действия которых руководимы так называемым полковником Кавкалюком. Руководством политической партии Патрия было принято решение о срочном выезде из страны лидера предвыборного списка политической партии Рената Усатова, что и было осуществлено в час двадцать ночи. На сегодняшний момент он находится за пределами Республики Молдова и его видеообращение можно было уже увидеть в социальных сетях. То, о чем мы знали до его отъезда, осуществилось. В 6 часов утра начались обыски у целого ряда наших активистов по всей стране. Обыски проводятся по 14 адресам по всей стране, среди которых есть и адреса наших активистов, то есть из всех 14, не все наши активисты. Их намеренно привязывают к неким якобы экстремистским настроенным элементам для того, чтобы показать, что политическая партия Патрия планирует какой-то политический переворот либо какие-то экстремистские действия. Мы категорически протестуем, выражаем свой протест относительно этих действий властей и обращаем внимание международного сообщества на то, что подобные действия в предвыборный период, в последний день предвыборной кампании говорят только об одном. В Молдове демократии больше нет. Власти вчера попытались организовать провокацию и взломали персональную страницу Рената Усатова, написав на ней сообщение о том, что якобы Рената Усатый призывает к вооруженному восстанию. Быстро это сфотографировали. За этими действиями стоят так называемые блогеры, приближенные к лидеру либерал-демократической партии, экс-премьеру, уволенному за коррупцию Владимиру Филату. Мы категорически заявляем, что ни Рената Усатый, ни политическая партия Патрия не призывала, не призывает и не намерена призывать к вооруженному восстанию в Республике Молдова. Любые подобные заявления о том, что эти призывы принадлежат нам, мы расцениваем как откровенно провокационные и направленные на дестабилизацию общественно-политической жизни в Молдове, а также дестабилизацию ситуации в Молдове вообще. Для наших сторонников мы хотим заявить, что сегодня решающий день, когда будет принято решение. Мы ожидаем реакции международного сообщества. Вчера вы видели реакцию посольства Соединенных Штатов Америки в Молдове, которая расценила действия апелляционной палаты мягко говоря, как не демократические. Сегодня мы намерены все же подать в Высшую судебную палату как можно раньше. Обращаем внимание международных наблюдателей на то, что действия властей по невыдаче нам мотивированного решения апелляционной палаты является откровенным препятствованием судопроизводства. Вчерашнее решение апелляционной палаты было принято составом судей, который не был определен жребием электронным, как это предполагалось той самой судебной реформой, о которой нам заявляет власть. На момент того самого жребия электронная система зависла и был определен состав судей, которые полностью являются шантажируемы. Двум из членов судебного состава Арнаут и Прутяну остановила рассмотрение дел в отношении них. Прутяну, как вам известно, был обвинен в коррумпировании одной из сторон в процессе. Об этом известно всему миру. Арнаут также Минчуна, ну, фамилия говорит сама за себя. В этой связи я хочу вам сказать, что заявление в высшую судебную палату мы намерены были подать сегодня в 9 часов утра. У нас его на руках нету мотивированного решения, поэтому господин Бушуляк вам скажет, как мы будем действовать в высшей судебной палате. Центральная избирательная комиссия утвердила два постановления. Второе из них о лишении неприкосновенности кандидатов в депутаты от политической партии Патрия также не было нам выдано, также мы не можем его обжаловать. Несмотря на это власти, как я уже говорил выше, приступили к репрессиям в отношении наших активистов и кандидатов в депутаты. Я хочу также отметить, что и привлечь внимание международных наблюдателей на то, что полиция запугивает наших наблюдателей на выборах для того, чтобы они не могли участвовать в избирательном процессе. Это является откровенным нарушением всех демократических норм. Повторяю, мы на сегодняшний день являемся конкурентами на выборах. Мы имеем право протестовать решение апелляционной палаты Кишинева вчерашнее, которое мы расцениваем как абсолютно беззаконное, незаконное, принятое на основании неких подозрений. Всего лишь все доводы властей, которые были высказаны вчера в апелляционной палате, вы все видели в прямом эфире, что они были, от них не осталось камня на камне. Это был судебный процесс по аналогии со сталинскими тройками. Несмотря на то, что судебное заседание ввело вчера 5 часов, а времени на так называемый делиберер было вполне достаточно, судям оказалось недостаточным времени для того, чтобы уже сегодня выдать нам мотивированные решения. Это является также беззаконием. недостаточным и у